Комичные случаи были у вас, когда во время того, как вы занимались реконструкцией? Был комичный случай, очень комичный случай. На реконструкции на Бородине было два дня основных. Генеральная репетиция в субботу и битва в воскресенье. И мы в воскресенье запозднились как-то, не успели одеться, собраться и опаздывали на битву. И, кстати, вот там есть снимок, Наполеон одинокий едет с дамой, мы сфотографировали его, но он был на коне, ехал на битву, а мы шли пешком. И мы на эту битву опоздали. Вот что удивительно, вот комичный случай. Мы опаздывали, и когда мы шли, нам все кричали, о, битва идет, это дезертиры и так далее. А дело в том, что участников пропускала полиция в определенное время в определенном месте. И время уже закончилось, и мы как бы уже опаздывали. Мы обошли все эти кордоны, прошли через колючую проволоку, там стояли охранники, но увидев нас в форме, они опешили, ничего нам не сказали. И мы в центр битвы вошли с того места, откуда входить нельзя было, потому что стояла охрана, не пускала никого. Но мы-то в форме, вот. И что интересно, мы вошли в бой, прошли сквозь бой, а Наполеоновская гвардия, как известно, в бой не участвовала, а стояла рядом с Наполеоном. Дошли до гвардии, встали в строй и начали мероприятия, как и все остальные. Вот такой был курьезный случай. Можно сказать, что вы изменили историю, да, спустя века. Ну, в истории не историю, но служба безопасности российской оказалась не на высоте, а с точки зрения любой, это любой мог одеть форму и проникнуть. Это часть безопасности, видока или этого самого... Вот, вот, французы знают, что говорят. Так, французы, вы мне скажете, как? Да, видок. Министр полиции города Франции. Каждый культурный человек должен знать, что Лондон – это столица Парижа. Ну, вот интересно, что французы и русские подружились, наверное, гораздо сильнее, благодаря вашему реконструкции. Нет, не благодаря. Дружба была, в общем, дружба началась раньше намного. Четырнадцатый год, война, Первая мировая война. Русский экспедиционный корпус Первой мировой войны очень сильно повлиял на дружбу русских и французов. Ну, правда, не только этот экспедиционный корпус. В восемьсот семидесятый год, когда немцы стояли на подступах к Парижу, и немцы хотели взять Париж, русский император сказал, типа, «Попробуйте». Да. Ну и тоже есть. И мы тоже есть. И французы не взяли Париж, вернее, немцы не взяли Париж тогда, когда была французская революция, Парижская коммуна. Да. Но все-таки, как получилось, что отдали французам Москву, и они подожгли, это же вообще не рел. А это была тактика такая. Тактика, придуманная, так скажем, неверно, так скажем, оболганного, этого, бывшего, так скажем, памятник, стоит ему здесь в Риге. Как его? Варклазе Торице. Варклазе Торице. Это его тактика была. Затянуть французов вглубь России, растянуть коммуникации и ослабить этот самый удар. Просто Кутузову уже просто никуда не пришлось, Кутузову пришлось придерживаться этой тактики, он уже ничего не мог сделать другого просто. Ну зато потом французы замерзли. Нет. Да, но и Москву зато сожгли. Нет, сами русские. Опять же, что самое, русские. По приказу губернатора этого самого, как его сейчас, бог его в памяти, если бог погибил бы, сказал бы. Как его фамилия, это губернатор это была? Ну была у него фамилия. Скоро еще не пришли к единому мнению. Нет, но главная версия, что по приказу графа Ростовчина Москва была подтверждена. По его приказу. Конечно, нельзя смотреть этот фильм, конечно, по этому поводу. Паровчик Жевский, это сам против Наполеона, там совсем другая причина поджога Москвы. Не, ну кино есть кино. Там просто гранату поджоги, она сама в себе загорелась. Да. Ну а как вы вот себя чувствуете в этой форме? Вот есть такое? Комфортно. Что-то такое есть, да? Она не скажу, что она не совсем удобная. Она вполне удобная. Она неудобная, но она создает некоторое ощущение чего-то другого. Искра. То есть чувствуете себя вот французом, да, вот так периодически? Нет, конечно, французом. Просто как бы не французом, не русским 12-го года, а просто, просто это классно. Я уже был. Это интересно, это весело. Да, это супер. Это супер. И фотографии какие потом получаются? А, фотографии, это как бы, это побочный продукт. Да, побочный продукт. Мастерства. Это я, как... Мастерства определенных товарищей. Это я как-то с фотоаппаратом убегал от русского Улана. Улана, Литовского, первого литовского полка. И подо мной рванула какая-то полная. Я думал, что у меня подушево оторвало. Она, собственно, оторвало. То, что я подумал. Нет, ничего не оторвало. Кто-то бы обычный взрыв-пакет под ногами взорвался. Но это не опасно вообще, вот эти взрываются, все вот эти домовушки? Если сесть на него, опасно. Нет, однажды... Значит, прожигать мимо? Нет, очень опасно. Однажды, при Бородине, отлично... 190 лет, когда праздновали, русская артиллерия, может быть, даже французская. Не погиб. Не погиб, не погиб. Не погиб? Не погиб. Ну, как бы, тренировалась. Саша? Ну, это банником. Беглый огонь. У них был беглый огонь. Ну, как положено, после заряжания, во время заряжания, прочистили начальник ствол, где рули банником. А банник должен быть прочистить не просто так банником, а банник должен быть затушить остатки пороха и газа. Ну, и в этот момент, как говорится, получилось так, что бедра этого не было, все не было, и он просто банником прочистил слон орудие. И когда при заряжании остатки пороховых газов воспоминали порох, и банник тут пройдет. Сделай полетел, а там на другом конце поля шел мальчик, лет сколько, я не знаю, лет двое, ну, больше 10. Банником так. Банником пройдет уже вот. Ой. Чуть не упала. Я, для конструкции дело опасное. Я немножко выпил водки. Хорошо. Это great Russian tradition. А фотографии сколько вообще на выставке этой премии? А он все, что видит, конечно. Ну, много, много. Ну, вы сами снимаете, да? Да, я тоже иногда снимаю. Я снимаюсь. А в последнее время больше снимаюсь. Хорошо, как вас правильно представить? Александр. Ну, и фамилия тоже. Ну, да, безусловно. Это для работы. Зачем такие сложности? Ну, а Григорий? Григорий, ну, вы знаете, там написано в плакате, как его зовут Григорий. А вы не помните, да? О лексиках. О лексиках. Все ясно. Спасибо. Хорошо.